Монархист Во всем националист, только почему-то ненавидит русский народ или какие-то периоды русской истории вызывают прямо ненависть. Или вроде бы националист, но почему-то национально мыслящего философа, который формирует основы русского мирозрения, ненавидит и почитает чуть ли не иудеям. Еще один вариант. Вроде бы человек с правого фланга, но почему-то с правыми не общается. Вроде бы объявляет себя монархистом, но с монархистами не общается, а предпочитает выступать среди левых. Объявляет себя монархистом, но ненавидит монархических философов и не внушается выйти на трибуну перед толпой с красными флагами. Как все это сочетается? Как можно этих людей приобщать к той среде, в которой обсуждаются проблемы существования русского народа, русское мировоззрение, русская философия, русская политическая публицистика? Как можно в этой среде принимать лиц, которые ненавидят то, что нам дорого? Да, я понимаю, что есть технология дискредитации. То есть у нас не должно быть никаких оснований. Ну, скажем, на одной из недавних конференций я поучаствовал в обсуждении, и в мое выступление просто выбросили, потому что оно как бы не вписывалось. Не вписывалось почему? Потому что я докладчиков покритиковал за то, что они абсолютно безосновательны в своих утверждениях, они не ссылаются ни на какие авторитеты. Они называют себя национал-патриотами, русскими националистами некоторые, но они ни на что не ссылаются. Хорошо, пусть они левые, там, ультралевые, ленинисты, сталинисты, ссылайтесь на утверждения, которые вы считаете правильными и которые есть у предшествующих вам авторов. Ничего этого нет. Абсолютно нет. Из своей головы что-то вываливается. Беспочвенность. Вот беспочвенность является основой для выдвижения суждений этих авторов. И поэтому мое выступление неугодно, оно разоблачает эту беспочвенность. А как удобно вот так из своего мозга извлекать всякую глупость и об этом объявлять. Вот так же действуют и люди. Человек считает себя монархистом, националистом. И раз какую-нибудь гадость в адрес русского национального движения, в прошлого или настоящего, ну скажем, был там, была такая вот народная линия, да, вроде бы она была православная, националистическая, оппозиционная. И поманила их туда куда-то, все переехало в полный сервилизм, в полное подчинение патриархатным чиновникам, в полное подчинение путинскому режиму. Все туда съехало в конце концов и это путь всех вот таких рассуждальщиков. Ну или там есть Александр Севастьянов, как подлеца я его знаю, еще с середины 90-х годов. Вот его, на него указывали, как вот он, он русский националист. Смотрите, теоретик там книжки пишет. Никакой не теоретик вообще не читал никаких основоположников русского национализма. Не читал он, не умел и не хотел, не желал читать книжки. Он фантазировал, он перелицовывал чужие идеи. Он вроде бы казался таким самым крутым националистом, потому что якобы этническим национализмом. Национализм этническим не бывает. Национализм он национален, а этническим он не бывает никогда просто по определению. Это тогда что-то другое, там есть название, там используется изредка этницизм. Ну и куда вот его, вот эти ошмете грязи, которые он бросал в разные стороны, попадая не во врагов русского народа, а преимущественно в тех, кто борется против них. К чему это все привело? Вот на этом его популярность, да, вот популярность на скандале, на противоречиях. Все это привело его в лагерь путинистов. Вот, ну как бы я вижу подлость этого человека по его поступкам. Я сообщаю об этом другим, но как не верится, ну смотрите какой крутой парень-то, да. Он прямо вот этнический националист. И такого рода события происходят, и есть формы дискредитации, которые, ну заранее закладываются. Например, перезахоронение в Даниловом монастыре праха Деникина, Капеля и Ильина. И явление туда Путина, и вся челядь вокруг него, там толпица. О, там белая идея какая-то вроде якобы возникает где-то. А с другой стороны, те, кто ненавидит этот режим, думают, так, белая идея, получается, что они белые, а мы противники этих людей, значит мы должны отказаться от этого. Ну пропагандистская уловка, конечно, какой там Путин белогвардеец, не смешите, как говорится, не смешите мои тапки. Ну понятно, там потомки Деникина, они согласились с перезахоронением. Потомков у Ильина не осталось, поэтому произвольно взяли и выкупили его, там, можно сказать, и прах его выкупили, и архив его выкупили, перевезли сюда. Вот, а Капель вообще, по-моему, придуманное захоронение, которое как-то быстренько очень нашли, до этого не знали где. Все моментально по требованию администрации президента нашли и перезахоронили. Вот, специально для вот этой пропагандистской мульки, как называется это. И это дало, как бы, некоторые основания внедренным в русское движение русофобам начать высказываться против Ивана Ильина, который вот появился в этом ряду. И вроде бы там Путин его цитирует и говорит, вот сейчас недавно сказал, что он якобы даже и читает Путин, читает Ильина и Бердяева. Какая ерунда, он двух строчек из этих философов не прочел и, естественно, ничего не понимает ни в русской философии, ни в русском национальном мировоззрении. Она чужда для него абсолютно, абсолютно. Потому что человек, даже прочитавший хотя бы одну книгу Ивана Ильина, он должен преображаться. А это что это? Конечно, ничего он там не читал. Это пропагандистский способ выбить из русского движения ту основу, которая создается, в том числе, трудами Ивана Ильина. И вот в последнее время два человека, вроде бы как принадлежащих к русскому движению, написали гадости про Ивана Ильина. И оба сослались на якобы какого-то там писателя, философа Виктора Острецова. Я никогда не знал этого человека, никогда его не слушал, никогда его не читал. Посмотрел сейчас в сети, вон там две книжки, что-то там про масонство и сборник статей. Все, больше ничего нет. Я решил поинтересоваться, а что это за гнида, извините за выражение, позволяет себе считать себя националистом и монархистом и кидать ошмете грязи в Ильина. Я посмотрел видеоролик какой-то в сети, нашел 98-го или 99-го года, я увидел крайне омерзительного человечешку, просто крайне мерзкого, мерзкое существо. Я посмотрел биографию, абсолютное ничтожество, абсолютное ничтожество. Якобы он занимался историей, никогда не был он профессиональным историком. И то, что он пишет, я полистал, это не история, это наветы, это подлости. Это подлости. Вот сейчас прочту одну из таких подлостей, которая касается Ивана Ильина. Вот смотрю, читаю. Дело в том, что все сосланные и посланные из СССР философы, писатели и ученые были организованы в Берлине, в религиозно-философское общество, которое имело своим местопребыванием в Берлине, Ложенгаус по Клайсштрассе, где и находилась штаб-квартира еврейской масонской организации «Днай Брид». Это первые шаги высланных интеллигентов освещала русскоязычная берлинская еврейская газета «Руль». И поэтому нет больших проблем все это узнать. Конечно, русская эмиграция в одну секунду поняла смысл этой акции, внесли смуту в ряды ее, в том числе и вызвать церковную смуту раскол, что и удалось сделать этой ядовитой прививкой господам из Чикаго ПУ, то есть Розенфельдам и Бронштейнам. В Ложенгаусе, в штаб-квартире «Днай Брид» держали отчет все высланные философы и писатели. И этот факт лучше всего свидетельствует о национальной принадлежности высланных, часто выдававших себя за полуфранцузов, то за полунемцев, то за еще кого-нибудь. Здесь держат отчет и Франк, и Бердяев, и, что самое интересное для нас сегодня, Иван Ильин, ныне поднимаемый на щит. Вот такая подлость, подлость совершенно очевидная, ни одной ссылки, ни на один источник, просто фантазирование, называние кого угодно и как угодно, полунемцами, полуфранцузами, полуевреями, определение адреса «Днай Брид», как будто бы этот ублюдок, извините, Острецов, знает хоть что-нибудь об этом. Объявление Ивана Ильина, что он и других философов, будто они отчитывались перед «Днай Брид», конечно, ничего подобного не было и быть не могло. То есть просто вот этой цитаты достаточно, чтобы понять, что это полнейший подлец, ублюдок, внедренный в русское движение, для того, чтобы все здесь изгадить, вообще все изгадить. И ладно бы он оставался вот таким мерзостным включением, о котором никто не знал. Я не знал его, вот я в русском движении нахожусь больше 30 лет. И я об этом человеке не знал ничего вообще. Он нигде никогда не появлялся, его статьи меня абсолютно не могли интересовать, потому что в каких-то маргинальных газетенках он писал свои злобные вот эти ядовитые вирши там. Он с кем-то там встречался, ругался, меня это абсолютно не интересовало, и я в нем ничего не знал. Вот теперь я узнал, я теперь понимаю роль вот этих полусумасшедших ублюдков, на которые теперь начинают ссылаться. На него ссылается один из моих друзей, один из моих давних знакомых, что прямо пишется на ресурсах движения «Черная сотня», прямо пишется «Иван Ильин, враг русского народа». Да вы с ума сошли, господа, которые допускают подобное? Ну именно поэтому Иван Ильин там в 26-м году, когда он давал интервью, якобы в еврейской газете, которая, конечно, никакая не еврейская, и каким образом он мог давать какое-то интервью в Ревеле, хотя сам жил совершенно в другом месте. Полная ерунда. И если даже он и критиковал тогда состояние русского движения и «Черная сотня», и говорил, что «Черная сотня» – это гибель для русских, он был абсолютно прав на тот самый момент, и даже гораздо раньше, потому что «Черная сотня» существовала только до тех пор, пока она спонсировалась властями. Как только эта поддержка ушла, исчезла «Черная сотня». И сейчас вот можно сказать, что вот эти ошметки, остатки какие-то там по несколько десятков человек, которые принимают на себя это название, они наследуют не «Черную сотню» в период ее мощного выступления для подавления революции, а в период ее полнейшей деградации. И вот деградант так и объявляет, то есть некогда тоже на пике существования «Черной сотни». Да, я с руководством этой организации не просто взаимодействовал, а мы провели, может быть, одну из первых конференций в официальном здании, в здании Московского городского совета в 92-м году. И это были такие крутые ребята, которых я считал более жесткими националистами, чем я, православными, русскими националистами, монархистами. И сейчас видеть вот эту гадость, вот эту мерзость, ссылку на полного подонка, это для меня было, конечно, просто шок. А потом оказалось, что да это не первый раз. Да они это утверждают, или эта личность утверждает это с полной уверенностью, что Ильин враг русского народа. Да ты читал ли вообще Ильина? Я понимаю, что Острецов не читал. Он настолько же бездарен, как и любой русофоб. И вы начинаете цитировать это ничтожество, и вы начинаете на него ссылаться, как на источник. Вот эту ложь, которую я прочел, вы принимаете как должное? Как такое может случаться? Другой один из моих друзей, я почитал его за друга, а он вот это опубликовал в качестве комментария со ссылкой на Острецова на моем же собственном ресурсе, и не поддался никаким убеждениям, что ты что-то попутал, ты что-то не понял. А ты читал ли Ильина вообще? А ты хоть что-нибудь понимаешь? Читать Острецова и не читать Ильина, братцы мои. Да это как все равно, что с подзаборной шпаной общаться, вместо того, чтобы общаться с людьми высокого интеллекта. И оттуда черпать какие-то суждения. Да в своем ли вы уме, господа? И еще один выверт, который я сейчас увидел, и я вынужден об этом сказать, это дискредитация имени Владимира Махнача. Из него выцарапывают какие-то цитатки, начинают их публиковать, а потом интерпретировать в своих собственных интересах, которые заданы антирусскими, антимонархическими силами. Да уж Владимир Махнач был, несомненно, и националистом, и монархистом. И, несомненно, он в этом был близок к Ивану Ильину, и уж никак не близок ко всей этой демократуре, и ко всей этой путинщине. И вот вытаскивает человечешка некую цитатку, что якобы Романовы больше не являются, то есть для нас соборная клятва 13-го года, 1613 года, якобы не является действующей, потому что сами Романовы от нее отреклись. Это полная ерунда. Во-первых, я, общаясь с Махначом многократно, никогда ничего подобного от него не слышал. Я никогда не слышал, что якобы Михаил Федорович Романов уничтожил какую-то там грамоту. Да где же эта грамота, и от кого же это могло быть известно? Да, Владимир Махнач иногда допускал некие вольности, и не всегда был прав, в том числе, я знаю, такие моменты, когда ему приходилось оправдываться за неаккуратно сказанное слово. И здесь некое существо берет его цитату и препарирует так, что мы вообще роду Романовых ничего не должны. Да мы должны той самой клятвой 1613 года. А теперь я скажу, кто это существо, которое взяло на себя роль душеприказчика Владимира Махнача. Это агент спецслужбы Олег Возовиков. О том, что он агент спецслужб, я знаю совершенно достоверно, из достоверного источника. Когда мы стали создавать партию «Великая Россия», к нам внедрили целую порцию, которая пришла из Народного собора тогда. Было такое движение, пригазавшее долго жить, к нам прямо внедрили несколько человек. И Олег Возовиков был среди них, и нам было от кого получить такие сведения, потому что не всякий агент исполняет эту роль по доброй воле. И вот тот, кто исполнял по недоброй воле, много чего интересного нам сообщил по поводу внедренных к нам агентов. Ну, мы поначалу-то как люди, так активные, грамотные, умеющие говорить, иногда писать, делать какие-то очень полезные вещи для политической пропаганды. Замечательно, мы использовали их, но потом они все тихо отползли, в том числе и Олег Возовиков тихо отполз. Поэтому мы его исключили из партии без объявления об этом публично. У нас есть такой метод исключения из партии – изгнание с позором. Это когда человек не просто уходит из партии, а еще начинает всякие гадости говорить. Вот один из тех, кто через Народный собор вошел, был изгнан, был такой человечишка по фамилии Иноземцев, он был изгнан с позором за гадости, который потом о нас начал говорить, а потом еще и привел к нам бандитов тоже, которые были там в Народном соборе пригреты, для того, чтобы устроить физическую разборку с ножами, с травматами. И чуть-чуть было не произошла вот эта схватка, стычка. К нам пришли в нашу штаб-квартиру. И теперь-то эти люди по большей части в тюрьме сидят. То, что они были агентурой ФСБ, мы абсолютно не сомневаемся. Они были под крышей МВД, ФСБ, но в последний момент они как-то уж слишком нагло себя стали вести после того, как гуманитарную помощь в ДНР возили, такая корпорация «Еноты», вот они туда возили, были снаряжены просто с иголочкой. Это не то, что там это рванье добровольцы, которые на передовой сражались. А это вот эти тыловые крысы, которые в разоружениях этих вооруженных формирований добровольцев участвовали. Вот они все сейчас сели, потому что они уже совсем краев не видели, потому что ФСБ их крышевало. Но в последний момент куратор в генеральском чине так просто отвернулся. От них что, в общем-то, и принято в этой среде. И эти люди за рэкет сели. Они уже этим стали заниматься. И вот из этой же среды, как раз из этой компании, не из «Енотов», правда, а со стороны, выпался Олег Возовиков. Сначала со мной связался, что якобы он собирает материалы, хочет создать какую-то библиотеку работ Махнача. Я ему передал оригиналы, которые у меня были, которые сейчас днем с огнем не сыщешь, газетные публикации, публикации в каких-то брошюрках, в журналах и так далее. Я ему все это передал. Потом он и пришел в нашу партию. И впереди нашествие с флагом в черной форме шел. Еще все думали, вот такой интеллигентный человек из преподавательской среды. Вдруг почему-то такой в очочках с залысинами. Вдруг почему-то одел черную форму. Никто его не просил. У нас не было такого правила. У нас была просьба одеть черную рубашку нашествие. Но этот прямо вот именно в форме, на одежде, в сапогах вышел. И казалось, ну просто вот наш человек. Ну а потом там все более-менее стало ясно. Он свою организацию попытался создать, выйдя от нас. В общем-то предав нас, предав свое слово, которое он при вступлении давал. У нас есть такое понятие слово чести. Вот слово чести он не сдержал. То есть чести у него, естественно, нет. Но я бы и молчал, если бы не вот эти подлости, которые начались... Там его собственная организация умерла, так и не родившись под названием «Злые русские». А теперь это вот Владимир Махнач, так называются, ресурсы, которые этот человек создал. Для чего? Я думаю, что для того, чтобы не было возможности другим людям, более достойным этой роли, действительно наследовать весь идейный комплекс, который исходил от выдающегося историка, пропагандиста, православного публициста Владимира Махнача. И вот разбор его на цитаты для того, чтобы дискредитировать монархическую идею, вот сейчас и проявился. Я понимаю, что дальше это все должно развиваться, все это безобразие, потому что сначала... Я даже не заметил, что это Олег Возовиков, оказывается, вот эти вот цитаты с портретом Махнача выставляет еще в старорусском написании, так чтобы приблизить, как бы симпатию создать у тех, кто ориентирован на имперский период русской истории. Сначала это были достаточно качественные цитаты, и я там увидел это все, вступил в эти общества ВКонтакте и в сети Бастион. Вот эта гадость всплыла по поводу наших обязательств перед династией Романовых. Я полюбопытствовал, кто же инициатор создания этих групп. Я понял, откуда исходит эта инициатива. Это все та же спецслужбистская тактика, с которой я знаком уже с незапамятных лет. Все полянки надо истоптать, и сгадить так, чтобы отовсюду воняло вот этими гадостями. И здесь тоже присутствие поручено. И это присутствие выражается в дискредитации самого историка Владимира Махнача, в дискредитации монархической идеи и роль такого рода людей в том, чтобы занять площадку, и никто бы на нее не вошел. Своим выступлением я объявляю о том, что подобные группы есть. Есть персона, которая эти группы создает. Есть задача у этой персоны дискредитирующая. И источник этой дискредитации размещен в ФСБ РФ. Гнезде измены, русофобии и различных антирусских действий, действий против русского мирозрения, русского движения и русского народа. Поэтому каждый, кто теперь будет видеть публикации в этих группах под названием Владимир Махнач, должен знать, кто эти группы ведет и с какой целью. В предыдущих сюжетах, которые я озвучил, вы должны знать, что любая ссылка на господина Острецова – это ссылка на полного подонка, который по своему менталитету очень удобен русофобам. И такого рода ссылки дискредитируют того, кто такие ссылки делает.